Привет-привет, с вами Ревью Машинз, ваш привычный голос за кадром, впервые на экранах новейший серийный вездеход от Рина. Сразу скажу, машина очень интересная, есть сразу несколько ключевых решений в конструкциях, которые как минимум в нашей практике за 10 лет мы еще не встречали. При этом интересно, что вездеход полностью построен на отечественных компонентах. Это производство компании из Санкт-Петербурга, которая называется Ломолес. И здесь столько всего интересного, что хочется уже поскорее начать вам все показывать и рассказывать, но прежде всего, как всегда призываю вас, друзья мои, подписывайтесь на наши альтернативные площадки, чтобы не потеряться в дальнейшем. Итак, начнем наше знакомство с Атриной. Трудно не заметить, что в основе конструкции лежит рама из двух лодок звеньев, ну от уже привычных так называемых переломок, Атрина разительно отличается, сейчас вы это сами поймете. Машина довольно большая, ее длина 5200 мм, ширина 2400, высота 2550, вес 2200 кг. Здесь используются колеса АГ-2 1600х600 с системой раздельной подкачки по осям. Мосты используются от Газели, полуоси и пневматические блокировки от Иштехно. Дорожный просвет у вездехода составляет 550 мм. Дно, как видим, абсолютно плоское. Одно из ключевых решений в конструкции – это гидравлический механизм артикуляции звеньев рамы. Основная его особенность в том, что он обеспечивает складывание звеньев не в одной, а в двух плоскостях, что открывает огромное дополнительное преимущество на бездорожье. В горизонтальной плоскости рама складывается традиционно, с управлением рулем, а для манипуляции вертикальной плоскости на панели управления есть специальный рычаг. Рядом второй рычаг, который управляет гидромотором с винтом 15,5 дюймов. Гидравлика работает быстро и машина может буквально извиваться и выкручиваться в прямом смысле из самых сложных внедорожных засад. Вездеход оборудован мощным освещением разных типов, есть ближний и дальний свет, рабочий боковой, задний, ходовой, поворотники, в рулевой стойке с отличным доступом установлены предохранители. И тут надо отметить, что вся электрика изготовлена по автомобильным стандартам качества, есть дублирующие системы, стоит два 90 амперных аккумулятора. Посмотрим как все устроено внутри. Чтобы попасть в переднюю секцию воспользуемся фронтальной дверью. И сразу же приятный сюрприз, дверь оборудована электроприводом и доводчиком, пока не встречал подобного в вездеходах. Попав внутрь, наблюдаем два кресла для водителя и пассажира. Внутри интерьер затянут прошитую кожу, вид очень презентабельный. Сидения регулируются и складываются. За сидениями находится моторный отсек, одновременно с этим поверх его находится спальное место в передней секции. Заглянем в моторный отсек и там нас встречает новенький бензиновый 70-сильный двигатель от Нивы объемом 1,7 литра с крутящим моментом в 90 ньютон метров. Двигатель работает с усиленной механической коробкой от Калины, от которой через понижение идет привод на мосты. Двигатель оснащен очень продуманной системой охлаждения, которая включает в себя три принудительных электровентилятора и механическую крыльчатку на самом моторе. Внутри помимо интегрированного каркаса есть еще и дополнительный каркас безопасности, за который к тому же очень удобно держаться, что очень кстати для вездехода. Предусмотрена как автоматическая система пожаротушения двигательного отсека, так и ручной воздушно-эмульсионный огнетушитель. Ветровое стекло может подниматься отдельно от фронтальной двери. Помимо этого в крыше передней секции есть люк. Обратим внимание на шикарный обзор за счет обширного остекления. Рассмотрим панель управления. Принцип тут автомобильный, по большому счету все просто. Руль регулируется по высоте. Блок управления состоит из двух рядов. Верхний ряд – это управление подкачкой и блокировками. Включение блокировок сопровождается звуком, чтобы не забывать их отключать. Слева приборы контроля давления, блокировок и колес. И кнопки управления помпами откачки воды из переднего и заднего отсека. Нижний ряд кнопок отвечает за свет, опции комфорта, отопители, управление камерами. Сверху монитор контроля, что происходит в заднем отсеке. Так же есть двухсторонняя связь с пассажирами. Монитор многофункциональный, есть вся необходимая информация – спидометр, тахометр, показатели температуры и контроля работы всех основных компонентов машины. Информация может отображаться как в графике, так и в текстовом виде, кому как удобнее. Есть камера заднего вида, ее можно включить в любой момент, не только при движении назад. Переходим теперь к заднему отсеку. Обрати внимание, что помимо камеры заднего вида есть также парктроники. Доступ внутрь очень прост, дверь образует удобную лестницу, а большой проем не заставит сильно нагибаться. Внутри посадочные места на восьмерых. Тут также есть внутренний каркас безопасности, за которой также будет удобно держаться пассажирам. Пол двойной. Отсек под ним можно использовать в зависимости от потребностей, либо для увеличения высоты до потолка, либо под большой багажный отсек, либо под дополнительный топливный бак на 150 литров. По бокам также предусмотрены удобные вместительные рундуки. Есть также багажное отделение под сиденьями. Задняя секция оснащена большим удобным сдвижным люком. Оборудован автономный отопитель Планар. Доступ к его баку изнутри, но сам бак фактически находится на улице. Также отсюда доступ к двум компрессорам. Есть инвертор на 220 вольт для подключения бытовых приборов, инструментов и прочего. С передним отсеком предусмотрен переговорник, оборудованы юсб розетки. Как уже отмечено посадочных мест тут восемь, но интерьер легко трансформируется, образуя большое и ровное спальное место. В передней и задней части вездехода предусмотрен механизм крепления навесного оборудования. Во-первых это съемная лебедка, которая крайне редко, но все же может понадобиться. Устанавливается она легко и быстро, тут же для нее предусмотрена надежная розетка, а управляется лебедка дистанционным пультом. В задней части есть такой же механизм, соответственно лебедку по необходимости ставим и назад. Дальше интереснее. Помимо лебедки, сюда устанавливается подвесной винт для движения по воде. Причем работает он от гидравлической системы машины, для него тут также предусмотрена быстросъемная гидравлическая розетка. Чуть позже мы обязательно его испытаем на практике. Ну а пока давайте наконец прокатимся. Пока мы наблюдаем как Атрина резвится на весенних просторах, хочется вкратце рассказать о создателе этой машины – компании Ломолес. Свое установление компания начала еще в 2017 году как гаражная мастерская с мелкосерийным производством вездеходов. С течением времени производство расширялось, вездеходы постоянно дорабатывались и жестко испытывались, в том числе и на соревнованиях. Так, компания постоянно участник вездеход Трофи, причем в ее заслугах есть и призовые места, а это о многом говорит. Для сравнения в этом году площадь производства составит тысячи квадратных метров, используются современные станки и оборудование, расширяется штат. И как результат их работы, перед нами новый продукт компании, уже серийная инновационная машина – вездеход Атрина. Как видим на местности еще довольно морозно, весна только начинается, поэтому грязи как таковой еще не найти. В этих условиях не просто подобрать для Атрины сколь-нибудь достойные препятствия, но мы постараемся. Пробуем преодолеть вот этот глубокий ров, заполненный льдом, снегом и водой. Мы сейчас наблюдаем уже за серийной машиной, но как я говорил, прежде чем пойти в серию, Атрина прошла через 500 часов испытаний в самых жестких условиях, поэтому такой ров для нее не очень трудное препятствие. Но не нужно думать, что это не трудное препятствие для всех. Например, сейчас мы наблюдаем, как здесь же пытается проехать гусеничный вездеход ГПЛ-520, ну и собственно результат на ваших экранах. Ребята! Играет музыка. Как вы уже понимаете одно из основных преимуществ отрины – механизм сочленения с мощным и быстрым гидравлическим приводом, который работает в двух плоскостях. Кстати надо отметить, что механизм сочленения съемный и обслуживаемый, что значительно повышает ремонтопригодность. А вот в таком состоянии вездеход может передвигаться на трех колесах, что важно в случае повреждения одного из них. И заодно мы сейчас наглядно видим работу блокировок. Чтобы продемонстрировать эти преимущества на практике, воспользуемся вот таким полигоном, состоящим из множества холмов, по сути весьма сложный, сильно пересеченный рельеф. Сочлененная конструкция рамы позволяет двигаться здесь не теряя контакта с поверхностью рельефа, что практически невозможно при классическом исполнении рамы. Добавим сюда большой дорожный просвет 550 мм, большие колеса 1600 мм, подкачку прямо из кабины, блокировки и в итоге получим бескомпромиссную проходимость от рены. Кстати как я говорил, блокировки и подкачка работают от двух мощных компрессоров, они полностью накачивают колеса примерно за две минуты. Также компрессоры оснащены охладителем и осушителем воздуха, чтобы конденсат не проник в механизм блокировок. Мы снова штурмуем тот самый ров, который мы недавно пересекали, но на этот раз мы двигаемся вдоль него. Задача осложняется тем, что он покрыт толстым льдом, но не настолько толстым, чтобы держать вес от рены. В итоге вездеход вынужден буквально прорубаться через лед, прокладывая себе путь. И здесь наглядно можно увидеть преимущество активной артикуляции двух звеньев рамы. Машина быстро меняет свою геометрию и траекторию движения колес, что буквально помогает ей продираться через препятствия, в данном случае крушить перед собой лед. Засадить вездеход с такой подвижностью при достаточном навыке его вождения задача не из простых. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Напоминаю, от рена производится полностью из отечественных компонентов, а значит с запчастями проблем не будет, не будет. Нивовский двигатель работает с понижением в трансмиссии, поэтому максимальная скорость сравнительно невысока. По паспортным данным вездеход может двигаться со скоростью от 1 до 42 км в час. Расход этого мотора в среднем составляет 4 литра в час. Кстати, мотор крутящий момент на КПП передает через зубчатый ремень. Такая компоновка позволяет установить и другие моторы на выбор заказчика, в том числе и дизельные. А трина может под заказ производиться с различными модификациями кузова, например, вместо заднего пассажирского отсека можно заказать грузовой пикап или отсек под какое-либо оборудование. При необходимости вездеход комплектуется ПСМ. Теперь посмотрим, как на практике работает грибной винт. Как помним установить его очень просто и быстро и подключается он к гидравлике с помощью удобных розеток. В рабочем состоянии обороты винта можно регулировать педалью газа. Видимо трина отлично держится на воде за счет больших колес и герметичных секций рамы. Для нештатных ситуаций в переднем и заднем отсеках предусмотрены дренажные помпы, они могут работать как в автоматическом режиме, так и в ручном управлении. На воде управляется вездеход опять же за счет складывания рамы. Двигается он как за счет вращения колес, что часто бывает у аналогов, так и за счет гидравлического грибного винта, что у аналогов встречается крайне редко. При необходимости часто пересекать водные преграды такая опция будет очень полезна. Мы тем временем плавно подходим к нашей любимой рубрике – разговор о ценах. Перед этим хочу отметить, что в ассортименте компании Алмалес есть и другие вездеходы. Это известный уже БТХ-2 в различных модификациях и сравнительно новый мини вездеход БТХ-М. Все подробности про Атрино и другие вездеходы компании смотрите на их официальном сайте, ссылка будет в описании. Что касается цены, на момент подготовки этого ролика базовая цена вездехода Атрино составляет 7 900 000 рублей. На этом наш ролик подходит к концу, но прощаться мы с вами по традиции не будем, увидимся в комментариях прямо сейчас. Пишите как вам техника, друзья, что понравилось, а что не очень. Спасибо, что прокатились с нами сегодня, подписывайтесь на канал, а также на все остальные наши площадки, чтобы не потеряться в дальнейшем. Оставайтесь с нами, впереди много интересного, до встречи!